Приветствую вас на канале Вау Нейлз Дизайн. И в этом видео мне не терпится поделиться с вами идеей вот такого новенького дизайна, набирающего популярность, очень простого в исполнении, не требующего совершенно никакой точности или художественных навыков, но безумно эффектного, залипательного и очень востребованного у клиенток. Итак, приступим. В качестве подложки ноготок перекрыт у меня черным гель-лаком с шиммером, с такими мелкими блестками. Перекрываю тонким слоем камуфлирующей молочной базы и затем наставляю вот таким вот образом каплю по центру ноготка, чтобы она ровненько, стараюсь ее распределить, добавляю по центру еще чуть больше объема, где необходимой кистью разравниваю, переворачиваю ноготок, чтобы объем был именно в центре, а не растекся в бока. Просушиваю 60 секунд и далее буду использовать вот такую вот фольгу. Голографическое серебро. Не обязательно, чтобы оно было мелкими такими крапинками, точечками. Это могут быть и любые геометрические орнаменты развода, или просто голографическая серебристая фольга. И легкими движениями прижимаю фольгу к ноготку и стараюсь отпечатать вот такие вытянутые, как бы в форме полосочек вдоль ноготка, отпечатать вот такие вот тонкие небольшие фрагменты. Неважно, если где-то отпечатались большие фрагменты, я беру маркер-ремовер, залита в него у меня жидкость для обезжиривания ногтей и вытираю где мне не нужно, придавая более такую вытянутую, приближенную к полоскам форму этим фрагментам. Фиксирую фольгу 10 секунд в лампе и перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Название материалов и все ссылки найдете в описании под этим видео. Топ просушиваю одну минуту и покажу еще один вариант. Делаю еще один ноготок, так же как и предыдущий дизайн. Фиксирую в лампе фольгу 10 секунд, но этот дизайн буду перекрывать матовым топом. У меня это матовый топ с такими серебристыми хлопьями. Просушиваю его 60 секунд и вот такой вот эффект получается. Я вообще очень люблю матовые ноготки, матовое покрытие, и мне этот вариант очень понравился, получается очень интересный, с интересной такой фактурой замшевый ноготок. Но я решила добавить, поставить глянцевым топом небольшие капельки по вот этим самым крупным фрагментам фольги. И получается очень интересно. У нас получается замшевый ноготок, и вот эта фольга, кусочки крупные начинают опять переливаться вот этим радужным голографическим блеском. Просушиваю 60 секунд. А следующий вариант покажу в виде градиента. На 3 четверти ноготка у меня нанесена молочная камуфлирующая база, и на 1 четверть черный гель-лак я взяла с шиммером. Делаю градиент кистью гребешок, сначала разметающими движениями стороны в сторону, а затем уже стянула друг на дружку, чтобы довести до более ровного плавного градиента. Просушила 60 секунд и дублирую, повторяю точно так же второй слой. Чуть позже в этом видео я покажу этот же градиент, но чуть другим способом, и возможно он будет проще и побыстрее. Стягивающими движениями прорабатываю второй слой, доводя градиент уже до идеала. Дорабатываю боковых валиков, перемешиваю получше. Градиент готов, просушиваю 60 секунд. И на просушенную базу хорошо отпечатывается фольга. Базу сушу, да, она сохнет быстро, но лучше просушить подольше, чтобы фольга без проблем отлично отпечаталась. Ремовером убрала лишнее. Вот такой вот орнамент голографический от фольги у меня получился. И перекрываю ноготок выравнивающим слоем, глянцевым топом. Просушиваю топ 60 секунд. Следующий вариант, покажу градиент немножечко в другой технике. Ноготок у меня уже перекрыт черным гейлаком с шиммером. Перекрываю на три четверти молочной камуфлирующей базой и на кончике ногтя черный с шиммером. Перемешиваю такими же разметающими движениями сначала кистью для градиента. Немножечко доработаю боковых валиков и немножко стягивающими движениями пройдусь по самому кончику. Просушиваю 60 секунд. Второй слой градиента делаю немножко иначе. На третий или четверть ноготка наношу молочную камуфлирующую базу, а на оставшуюся часть прозрачную базу для гейлака. Кистью гребешок для градиента перемешиваю сначала движениями разметающими стороны в сторону, а затем немножечко слегка пройдусь такими стягивающими и просушу одну минуту. Отпечатываю фольгу такими же вытянутыми кусочками легкими. Ремувером скорректирую форму фрагментов этой фольги, придам им более похожей на полосочки форму. Чтобы зафиксировать фольгу, подсушу 10 секунд. И этот ноготок для разнообразия перекрою матовым топом. Я использую матовый топ с серебристыми хлопьями. Сушу 60 секунд. И вот такой вариант этого же градиента, этого дизайна, получается в матовом исполнении. Что скажете? Мне очень понравилось. Особенно на кончике просвечиваются вот эти вот блестки в черном гейлаке. Какой вариант вам понравился больше? Глянцевый или матовый? В матовом варианте голографическая фольга теряет свой вот этот радужный блеск. И поэтому я решила на самые крупные фрагменты поставить точки к глянцевым топам. Такие небольшие, и они начинают блестеть, переливаться, прям как маленькие стразики, очень красивые и ярко. Сам эффект этого ноготка мне очень понравился. На замшевой подложке вот такие вот хрустальные капли. Еще один вариант этого дизайна. Делаю ноготок в этой же технике, по центру камуфлирующая молочная база. Но здесь я сделаю такой мраморный эффект. Также на черной подложке с шиммером я выравниваю камуфлирующую молочную базу, просушиваю ее одну минуту. Тем временем на кольце-палитре ставлю каплю топа и каплю белого гейлака. Перекрываю ноготок матовым топом. И на жидкий матовый топ, кисти, гребешок вот такими волнообразными движениями переношу, чуть-чуть перемешав между собой топ и белый гейлак. Вот такие вот разводы, напоминающие как раз мрамор, может быть облака. Я решила немножечко скорректировать этот узор, обтереть. Мне показалось много белого, поэтому кистью для подмалевков, это такая кисть обычная круглая, полтора миллиметра шириной, я обтерла, где необходимо размыла. В первоначальном варианте тоже можно было оставить. Затем тонкой кистью и плотным белым гейлаком прорисую небольшие, в некоторых местах вот такие границы. Просушиваю орнамент 60 секунд. Вот что у меня получилось, вот такой вот мраморный ноготок. И отпечатываю все ту же голографическую серебристую фольгу. Я решила, что у меня в левом углу будет такой плотный фрагмент, и как бы сходить на нет в разные стороны, такие мелкие кусочки. Ремувером я вытерла, где мне не нужно, скорректировала как бы эти фрагменты. Зафиксировала 10 секунд в лампе фольгу, и перекрываю ноготок глянцевым топом, немного выравнивающим слоем. Мне очень понравился эффект этого ноготка, черной подложки с шиммером, молока, мрамора и переливающейся к голографической фольге. Просушиваю топ и покажу еще более красивый вариант вот этого мрамора. Отпечатываю фольгу эту голографическую на черную подложку, черный гейлак с шиммером, просушен он был 60 секунд. Фиксирую фольгу в лампе 10 секунд, и ноготок перекрою тонким слоем глянцевого топа без липкого слоя. Просушиваю 60 секунд. На кольцо палитру наставила глянцевый топ-каплю и белый плотный гейлак. Беру жемчужную втирку, перемешиваю ее с топом. Все это делаю кистью гребешок для градиента. Набираю на кисть жемчужную вот эту смесь, ноготок перекрываю матовым топом, и на жидкий этот топ непросушенный переношу такими волнообразными движениями кистью гребешок вокруг отпечатанной фольги. Прорисовываю вот такие вот разводы жемчужные по жидкому матовому топу. Добавляю чуть-чуть белых разводов. Делаю это вот таким образом наискосок вокруг отпечатанной голографической фольги. Но стараемся не переборщить, чтобы не было сильно много вот этих светлых разводов на черном этом фоне. Очень залипательный эффект получится. Черный будет матовый, а он у нас с шиммером. И блестящие жемчужные вот эти разводы. Просушиваю 60 секунд, и вот что получается. Единственное, что я захотела здесь исправить, это прокрасить глянцевым топом, наставить вот такие вот капли на голографическую фольгу. Тем самым она начинает переливаться радужными вот этими бликами, и получается еще более интересно. Надеюсь, мне удалось продемонстрировать всю эту красоту и весь кайф от этого дизайна. Просушиваю 60 секунд, и очередная подборочка стильных и залипательных дизайнов готова. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!